вот вывесил раму на кране задний мост передняя балка колеса вот уже 170 килограмм веса но я думаю полтонны будет гарантировано в этом тракторе так друзья коробку выставил сейчас снимаю не на ширик на обычную камеру видите ничего не влазит в кадр приходится делать вот такие вот движения примеряю коробку вот в общем выставил ее ровно по центру вот первичный вал вторичный вал ровно по центру мне писали в комментариях под прошлым видосом саня смести опусти ее там пониже центр тяжести пониже ну куда еще ниже друзья я не знаю тут будет видно 20 26 сантиметров до крышки вот на редукторе я уже померил там немножко неудобно вот отсюда до плитки 22 сантиметра нижняя самая точка 22 сантиметра там 26 вот если смещу и опущену будет немножко не то пальто писали мне также под под одним из видосов саня почему не соединяешь напрямую коробку и мост чтобы уйти от цепей там и тогда и там подобное но если я соединю напрямую редуктор у меня стоит правильно хвостовиком вниз вот соединю напрямую она где-то еще сантиметров на 10 опустится и там будет не 26 где-то 15 сантиметров от земли даже вот пальцами могу развести вот на столичка будет на над землей коробка но это тоже думаю не очень удобно если бы конечно редуктор стоял хвостовиком вверх тогда еще можно было подумать насчет прямого соединения ну тогда нужно было бы двигатель разворачивать родить какой-то промвал так как шкив бы смотрел вперед а коробка находится вот здесь делать промвал соединять это все придумать там натяжные механизмы и так далее там подобное ну короче куча еще было бы задействовано место которое здесь лишним не будет вот здесь и так будет все место задействовано а то еще и промвал надо будет воткнуть как бы но не совсем удобно вот парами говорили прошлом видео до храма на видео такая маленькая такая короткая не вене верим что там метр восемьдесят елки-палки даже объясняют широк широкий угол когда снимаешь на широкий угол то весь страх тороп он влазит в кадр а сейчас вот приходится бегать на обычный стандартный формат цепляю за раму там так кто-то спрашивает как всегда всегда вот ровно метр восемьдесят ну и так 60 кстати забыл сказать мужики вот при ширине рамы 60 и при колье 90 до резины где-то вот шесть с половиной сантиметров до резины 6 половины в одну сторону шесть с половиной друзья другую сторону это очень нужный вот этот размерчик не меньше шести ну-ка так это минимум это ну не меньше потому что когда оденется оденутся цепи а цепи они оденутся по-любому потому что вот и хоть и протектор вот этот елка уже проверенный мной протектор на гололюди он не работает он как корова на льду только цепи зима только цепи если не хочется потолкать снег и так далее там подобно вот такие протекторы на гололюди не работают по снегу еще как-то там еще как-то на гололюди нет поэтому должна присутствовать возможность всегда вот зазорчик для цепей то что такое опять устройство появилось он жарит вот такие у дела здесь по центру друзья выставим примут как я уже показывал упираю в раму вот так вот здесь 29 с половиной упираю в раму выставляю здесь 29 с половиной также и первичный вал вот переключился на ширик чтобы не мотылять камерой вот хоть и снимаю на телефон но тем не менее вот теперь влад трахторок влазит вот здесь вот метр восемьдесят очень удобненько на расстоянии я не знаю тут на несколько но и метра нету но он уже влазит в кадр так по коробке там донкрат у меня стоит здесь табуретка спереди его под донкратил передок выставил здесь тоже 12 филлер поэтому до пола выставил что передок что вот отсюда одинаковый размер кстати у меня получается в нуле вот как то так и коробку теперь выставляю где-то там подваживаю в общем нужный нужный разве этот уровень так сказать все сейчас тут уже все настроено выставлена буду делать переднюю перемычку из уголка и нижнюю соответственно уже капитальную мощную потому что она длинная и обязательно из мощного уголка коробка полностью друзья прячется также начиная от рычага будет этот макушка торчать только из-под пола со сцеплением не знаю как тут выйдет но это уже выйдет возле-возле-возле разберемся это не беда не проблема главное что вот это спрятано место для педалей как раз хватит сцепление тормоз газ раздельных тормозов не будет так как будет стоять блокировка в редукторе и смысла от раздельных тормозов нет как-то так вот так же пристегнул кусок трубы и обрезок чтобы отметить там где мне просверлиться помните да веду уголок по над ней это уже показывал вот и от и остаются отметины вот там где мне надо просверлиться вот одну уже начал шуруповертом думаю засниму напомню так сказать мало ли может кто-то не знает друзья вернитесь на те видосы где делаю раму устанавливаю коробку там все подробно показано магическое вот такое вот свойство шприца не только солидолом но с другими вещами так сказать лайфхаки все сейчас просверливаю и прикручиваю это самым первым делом делаю опору вот спереди коробки потом раму перевернул и уже буду делать опору заднюю а почему переверну об этом немножко позже мужики так ну коробка передняя будем так говорить передняя вот опора коробки установлена сейчас это краном приподнял вывесил полностью перед бог все лишнее по убирался с коробка висит чисто только вот на этом уголке понятное дело она еще не закреплена гуляет ну вот звездочки напротив звездочек но это уже когда сейчас переверну его буду нижнюю делать кронштейн это дали опору коробки или как в этом правильно снова назвать крепление водка одену цель цепь уже все буду делать по факту по месту вот это так и когда в перевернутом состоянии коробка будет цепь сама натягивать мне не нужно будет этом поджимать да и удобнее работать вот как то так все замечательно все это дело сделать сделал вровень то есть вот эту аллок и вот этот швеллер он вровень на него тоже будет ложиться и прикручиваться друзья пол для жесткости тем более здесь будут педали становиться в общем плюс еще жесткость все замечательно прошло в общем все ляжет сверху открыто так и так перевернул и сейчас смотрите коробка она вот на волке играет и как бы тянет вниз до туда это очень хорошо цепочка по размеру сейчас покажу вот видите не хватает не сходится и вот сейчас цепь как раз таки натянет точнее потянет коробку так вот возможность попробую конечно все это одной рукой чтоб дело это не провернулась вот она начинает натягивать карабас до нужного размера ну как то нужного состояния вот теперь остается только застегнуть замок и коробка цепочку натянула вот ну как натянула просто висит уже на цепочке и теперь когда я буду уже делать эту перемычку я уже дело сделаю так как мне нужно привод всех вот этих моментах вот как-то так по звездам друзья здесь 24 там 10 зубьев и коробка как бы показать находится на самая нижняя точка вот коробка чуть-чуть выше если делать уже напрямую ну соответственно уже говорил что она будет совсем плохо себя чувствовать так редуктор все-таки стоит правильно хвостовиком вниз так дальше видно да как далеко находится вал вот этого места здесь ну порядка где-то 25 сантиметров вот досюда примерно на в скидку вот корзина соответственно станет где-то здесь выжимной подшипник в общем зачем такое место ставил понимаете да сцепление буду обратно дело здесь не компактная а наоборот с большим выносом самого шкива то есть корзина будет крутиться здесь плюс нужно еще сделать крепление хорошее крепкое крепление которое будет держать здесь сумасшедший бутерброд на килограмм 20 будет веса поэтому продумаю сделаю так как мне нужно корзина будет крутиться здесь дальше будет скорее всего шестерочный тормозной дальше шкив будет на изнаночку подальше стоять так чтобы отодвинуть всю эту весь этот бутербродик чтобы двигатель спрятался там где мне нужно вот из и вдобавок ко всему скорее всего будут стоять инша напрямую то есть еще будет крепление для инша инша и все эти дела и все это нужно будет вместить вот в это местечко но я думаю вместе не первый раз впихиваем не впихуем и вот как то так все друзья на этом на на буду заканчивать это крепление я уже показывал как делается делается по месту по факту в общем схема та же самая все очень удобно просто вот по по прямому соединению вроде бы как сказал здесь вроде как дополнил ну а там чем придумаем все друзья скоро увидимся а может даже завтра всем пока а